Здравствуйте! Вы смотрите программу «Жемчужина Подмосковья». Ко дню рождения Мытищинского района и города Мытищи была выпущена интересная книга «Улица нашего детства», которая сразу же получила отклик среди читателей. О том, как она создавалась, нам рассказал один из авторов, краевед Геннадий Смирнов. По его словам, эта книга – первая попытка рассказать историю нашего города через детские и юношеские воспоминания жителей и охватывая период с середины 30-х до 80-х годов прошлого века. Очень много интереснейших материалов, которые в течение нескольких лет собирала группа авторов. Они попубликовались в родниках, дошли очень тёплый отзыв не только у читателей, но и руководства нашего города. И было предложено вот этой группе авторов, то есть это такой коллектив, условно говоря, самостоятельный, сложился, объединиться и создать вот такую книгу. И практически получилось так, что я родился и вырос на дружбе, родился бытищик, вырос на дружбе. Юра Боронкин, хоть родился в Москве, прожил и на Шараповке, и в Перловке, 36-й, 37-й год был рождения, Женя Дымова, корреспондент, она старая бытища, Литвиничева, Леонидовка, и Хамуцкий, 45-й год, здесь Шараповка. Они предоставили фотоматериалы, поделились воспоминаниями. Книга представляет собой сборник маленьких рассказов, подкреплённых более сотни фотоснимков. Когда авторы начали работу над книгой, то открылось очень много новых и интересных фактов о родных мытищах. Мы долго искали фотографию первого памятника Ленина, скульптора Шанра. И вот буквально через год мы нашли любительскую фотографию, вот это вот памятника Ленина, первый памятник мытищик, который стоял на нашей вокзальной площади, вокруг которого проводились все эти демонстрации. И главное то, что материала по этому памятнику нет даже в музее Шанра. То есть вот был памятник, все помнят, вот это экспрессия, Ленин вот как будто с пьедестала сходит там и так далее. И вот нашли любительские съёмки вот этого памятника 30-х годов. Судя по фотографиям, ещё каких-то 50 лет назад наш город был очень похож на большую деревню. Вот по улице Матросова едут гужевые повозки, запряжённые лошадьми. А за зданием нынешнего музея стоят бараки. Бараки, которые вот на улице Мира, вот дом номер 6, дом номер 4, дом номер 6, и там очередь стоит во дворе, должны что-то там привезти зимой. И вот это вот бараки, которые все помнят, ну которые, к счастью, не сохранились. Есть среди фотографий и уникальные. Например, на том месте, где сейчас расположен Шараповский микрорайон, всего каких-то 60 лет назад выращивали арбузы. На стадионе Торпедо, построенном на месте кладбища, проходили праздничные демонстрации. Ну, конечно, самая удивительная эта фотография – майский парад бытищик 41-го года. Ещё не было войны, и впереди идут вот эта вот колонна военных на фоне нашего здания Дома Советов. И там люди, которые… вот это тоже в семейной фотографии очень хорошего качества, которые многие, большинство из них, конечно, погибло в годы Великой Отечественной войны. Долго искали памятник нашим партизанам. Тоже все видели, фрагменты попадались, а целиком такого памятника, хотя все это знают, он послевоенный памятник, к сожалению, тоже не сохранился. Когда мы стали искать память, монументы различные, ну, и парковую скульптуру, которая в 30-е годы в Челноковском парке, известно как летний парк БМЗ, то вот только в любительских фотографиях мы нашли ту скульптуру оборудованного направления, там вот этот лётчиков физкультурного, спортивного, знаменитая девушка с веслом, шадра. Помнили, а вот, ну, её не нашли, а вот пересняли из фото летописи парка культуры Горького, потому что там Вера Волошина, говорят, была, как образец, образец вот этой физкультурницы девушка с веслом. А вот у нас все помнят, там, лётчика нашли, там, дискоболша там вот была, там и так далее. То есть поэтому по любительским съёмкам, по любительским фотографиям мы могли восстановить, хотя бы вот этот зелёный театр, там, какой был у нас в парке. После того, как эта книга была уже сдана в печать, авторам стали присылать десятки фотографий мытищинские жители. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что продолжение улиц нашего детства будет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На этом наша программа подошла к концу. Интересуйтесь мытищинским районом, ведь это настоящая жемчужина Подмосковья. До встречи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА